Вот к нам в гости пришла певица Яша. Я вот, конечно, не могу не спросить. Журналистам обычно запрещают задавать такие вопросы. Но поскольку здесь, кроме нас, присутствуют еще люди, хочется, конечно, спросить, почему попран такой псевдоним, с чем он связан. Может, у него есть какая-то история больше сказать? История такая. Мои родители очень хорошие мальчики, которые уже заранее придумали Ильякова. А родилась девочка. По-поему, Ассо Ильяш. Вот и вся история. Понятно. Я вот, насколько я понимаю, сейчас у тебя самый сложный для любого артиста период, это первые шаги на сцене. Вот скажи, пожалуйста, кто тебя больше всего в этом процессе поддерживает? И вообще, насколько сложно начинать карьеру, имея папу известного музыканта? На самом деле, я к этому совершенно готова уже. Потому что я очень долго на сцене. Я раньше училась в театральном студии, работала в театре, и потом в балетном училище. И в общем-то, в концертной деятельности началась давно уже, но успеть. Мне помогает, у меня отличная команда, у меня отличный, и мой любимый администратор, он мой друг. И у меня отличный фуко-режиссер, у меня отличный продюсер, у меня все ребята очень классные, и мы все очень дружны, друг друга поддерживаем. Я знаю, что ты очень дрожишь с Наташей Подольской. Это правда? Да, с Наташкой, мы дружим уже учащих много лет, и с ее сестрой, двойняшкой, Юлей. А вот, расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты ученой работала в театре, вот, что это были за роли, да, и почему, например, ты не пошла в кино, а пошла я беда петь? То есть, вот, обычный же путь, когда там выпускники театральных училища идут играть в кино. Знаете, просто это, как любой трон, он требует очень много сил, и я уже не могла совмещать в кино, потому что, все-таки, он для меня самое основное, я больше люблю петь, и я не могу без этого жить, а времени на вокал у меня у меня оставалось совершенно, поэтому, собственно, я пошла в киностопаду, так как он меня не учил в музыке. Ну, дети, что я практически. Хорошо, вот, скажи, пожалуйста, то есть, артисты для того, чтобы их узнали, снимают видеоклипы, да, естественно, вот, скажи, пожалуйста, что у тебя на этом поприще, будет ли видео, вот, или, если оно уже есть, где его можно увидеть, и, собственно говоря, немножко о нем расскажешь. У меня уже есть два видео. Первое видео на дуэтном бизнесе с Владом Камалом, называется, Найду тебя, и скоро его можно будет увидеть, и Кирина, в основном, на всех каналах, мы практически не пропустили, если мы вспомним, несколько моментов, когда мы поймем в кино, что я заранее, вот, есть еще одно видео, снимал режиссер Валкон Джонс, снимал для Стопдога, либо Мамы, для Эйкона, и очень-очень, множество артистов, очень профессиональный, классный человек, который, я хочу с ним дальше работать, он меня это делает, красивая картинка, и песни хорошие. Расскажи, пожалуйста, как тебе работалось с Владом, по-моему, пытался делать тебе комплименты, или всяческие кадрецы, как Влад любит делать? Да, Влад любит, точно, делать комплименты, нормально работалось, мы, в общем-то, с ним подружились, и хорошо, стали вместе, в общем-то, больше всего рассказать, что он вам не будет. Понятно, ну вот скажи, пожалуйста, то есть, вот первые симпы у тебя уже есть, да, а когда будет альбом, вот, когда будет, собственно говоря, завершена пластинка, то есть, потому что, ну, это очень важно, да? Альбом уже практически записан, осталось буквально 2-3 песни добавить, у меня будет еще песня, которая написала для меня Томас Тевергрин, он очень мой близкий друг, и Леонид Догутин, тоже мой очень хороший друг, они написали, подарили мне 2 песни, и я их сейчас попишу, закончу, мастер, если как у тебя, как полагается, где-то песни будет зато фольгом, к этому времени, я думаю, может, запутаться оба сикла, и клип уже тут, естественно, вратации, и, может, будет еще один клип, которая на песню, вот, как раз Леонид Догутин. Хорошо, успехов тебе, большое спасибо!